Здравствуйте, мои дорогие! Посмотрите, какую шикарную выпечку мы будем сегодня с вами готовить. Это будут булочки с творогом и булочки с маком. Я завожу тесто без опары, потому что я знаю свои дрожжи. В миску разбиваю одно целое яйцо и один белок. Желток уберу для смазывания булочек сверху. Добавляю сюда немного соли. Немного венчиком перебултыхаю яйцо и добавляю сюда пол-литра теплого молочка. Стакан сахара. Стакан у меня 250-граммовый. Это где-то 220 грамм получается. И 8 граммов дрожжей. Немного осталось сметаны. Где-то 1 столовая ложка. Тоже добавлю ее сюда. Чтобы не пропало. Все. Перемешаю. Добавлю 100 миллилитров растительного масла. Можно заменить сливочным растопленным. и добавляю сюда муку. Здесь у меня 1 килограмм протеянной муки. Но я буду добавлять постепенно и смотреть, сколько муки уйдет. Точное количество я напишу в описании под видео. Когда я вмешиваю всю муку, я потом добавляю еще муку. И опять перемешиваю. Сейчас сверху я добавлю один пакетик разрыхлителя. 10 граммов здесь. и хорошо перемешаю. Как только все перемешала, добавляю еще немного муки. Убираю лопаточку. И начинаю уже заводить руками. Замешивать. Как только всю муку я собрала в миске, я перехожу теперь на стол. Добавляю еще немного муки. Выкладываю сюда наше тесто. И начинаю замешивать. Вмешиваю всю муку, которую я добавила на стол. Но если тесто остается еще липкое, то я беру кондитерский скребок и уже помогаю им. Но муку уже больше не добавляйте, чтобы не забить тесто. Вымешиваю тесто, чтобы оно не стало прилипать ни к рукам, ни к столу. Вот такое мягкое тесто у нас получилось. Как всегда проверяю, растягиваю. Если не рвется, значит наше тесто готово. Делаю колобочек и убираю в миску, смазанную растительным маслом. На час. Прошел один час. Вот так уже поднялось наше тесто. Прямо в миске я его хорошо перемешиваю еще раз. И опять оставляю на полчаса. Чем больше вы нянчаетесь с тестом, тем булочки ваши будут еще вкуснее. Пока наше тесто будет подниматься, я приготовлю начинку из творога. У меня здесь 300 граммов творога. Добавляю 100 граммов сахара и один белок. И пакетик ванильного сахара. И все хорошо пробиваю блендером до вот такой вот однородной массы. Все, наша начинка готова. Тесто у нас поднялось еще раз. Стол смазываю растительным маслом и выкладываю сюда наше тесто. Посмотрите, какое у нас шикарное получилось тесто. Многие в комментариях мне пишут, почему я добавляю так мало дрожжей. Но я считаю, что 8 граммов дрожжей вполне достаточно. Вы сами видите, как у меня хорошо поднимается тесто. Зачем добавлять лишние дрожжи. Тесто я разрезаю на 4 жгутика. И потом каждый жгутик нарезаю вот на такие вот небольшие кусочки. И скатываю колобочек. И так сейчас будем раскидывать все наше тесто. Колобочки у меня где-то по 65-70 граммов. Даем нашим колобочкам постоять минут 15. И начинаем готовить булочки. Тесто очень хорошо растягивается без всякой скалочки. Просто руками. В центре нашей лепешечки делаю надрез формочкой диаметром 7 сантиметров. Остаток теста разделяю на две равные части. И скатываю два вот таких вот жгутика. И потом их между собой перекручиваю, эти жгутики. Укладываю на наш кружочек теста. Защипываю. И теперь сюда буду укладывать начинку из творога. И вот такая вот красивая булочка у нас будет с творогом. Вырезаю кружочек. Здесь надрезаю с двух сторон. Скатываю жгутики и скручиваю их между собой. Два жгутика. Защипываю. И начинка. Готовится все очень быстро. Другая форма. Тарелочкой с двух сторон где-то по полтора сантиметра вот так надрезаю. Не до конца. Перекручиваю тесто. Переворачиваю. И укладываю на другую сторону. И краешек защипываю. От первых булочек у меня еще остался немного творог. И поэтому эти булочки я тоже сделаю с этой же начинкой из творога. И вот такие вот у нас будут еще булочки. Надрезаю. Переворачиваю. Защипываю. И начинка. Третьи булочки у нас будут булочки с маком. На лепешечку укладываю мак с одной стороны и с другой стороны. И сверху на мак добавлю немного сахара. Закрываю. И делаю как чебурек. Хорошо защипываю. В центре делаю надрез не до конца. Где-то по одному сантиметру. Переворачиваю. И закрепляю. И краешки вот так скрепляю между собой. Вот такая получается у нас булочка. Раскидала все наши булочки. И даем им подняться минут сорок. За десять минут до того, как отправить булочки в духовку, я их смазываю желтком с добавлением молочка. И за это время как раз включаю духовку на разогрев на десять минут. Выпекаться они у нас будут при температуре двести градусов двадцать минут. Ну, вы каждый смотрите по своей духовке. Сверху на каждую булочку немного присыпала сахара. И через двадцать минут у нас вот такая вот красота и вкуснота получилась. Очень мягкие и очень нежные булочки. И готова также вторая партия булочек. Девочки, готовьте на здоровье такие булочки с творогом или ватрушки, кто как называет, но с молочком или с чаем. Ваши домашние будут просто довольны. Всем приятного аппетита. Желаю вам всем крепкого здоровья.